Подрядчик рекоператора по вывозу мусора потерял на пожаре почти весь парк мусоровозов. 12 августа в 4 утра пожарные Владимира и полиция получили сигнал о возгорании спецтехники на тракторной 43. Мусоровозы горели открытым пламенем. Тушили пожар 24 человека личного состава МЧС области и 7 машин. Пожарным удалось оперативно потушить возгорание и предотвратить распространение огня на другие машины. Площадь пожара 60 квадратных метров. В огне пострадало 10 мусоровозов. Полиции и пожарные не исключают версию поджога. Прибывшие на место следственной оперативной группой установлено, что при возгорании были повреждены 10 автомобилей, предназначенных для сбора и транспортировки мусора. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, в том числе необходимых экспертиз, направленных на установление всех обстоятельств инцидента. Среди возможных причин возгорания рассматривается также версия поджога. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На место оперативной прибыли пожарно-спасательные подразделения. По прибытии было установлено, что происходит возгорание 10 мусоровозов на общей площади 60 квадратных метров. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание и не дали огню распространиться. Всего к ликвидации пожара привлекали 7 единиц техники и 24 человека личного состава. Предварительная причина пожара – поджог. 10 сгоревших мусоровозов принадлежали подрядчику рекоператора по вывозу мусора «Чистый Владимир». Часть машин находилась в собственности, часть в лизинге. Представитель биотехнологий заявил, что о причинах пожара говорить пока рано. Но руководство компании также не исключает злого умысла. Между тем рекоператор сейчас договаривается с другими мусоровозящими фирмами, чтобы восполнить потерянный парк техники. Пока на линию выходит меньше половины мусоровозов от положенного количества. То есть возможно такое, что сегодня-завтра мусор будет пока не выводиться в некоторых барах? Или как? Ну, такое возможно. Хотя с утра занимаемся тем, чтобы не допустить этого. Обращаемся к нашим партнерам и в других даже городах, для того, чтобы у кого есть возможность, там выездили автомобили. Трудно сейчас сказать, насколько это отразится. Но будем надеяться, что не сильно отразится на мусорной ситуации в городе Владимире. Напомним, начало работы рекоператора в январе этого года отметилось мусорным скандалом. Несколько компаний, которые занимались вывозом отходов раньше, с прихода мусорной реформы оказались не у дел. Тогда бывшие мусорщики аккурат под Новый год забрали свои контейнеры для сбора ТБО, а рекоператор не успел вовремя расставить во дворах собственные баки. В итоге Владимир на несколько дней погряз в мусоре. В соцсетях владимирцы выдвигают версии и по поводу ночного возгорания мусоровозов. Многие считают, что таким образом конкуренты делят мусорный рынок. Кто-то видит за ЧП политические разборки. В чем на самом деле причина происшествия на тракторной, будет разбираться полиция.